Я очень волновался и знал, что думать. Боялся, что с тобой случилась беда. В следующий раз предупреждай, чтобы мне не пришлось сходить с ума, как сегодня. Договорились? Не стоило обо мне волноваться. Я же тебе не дочь. Дочь, какая теперь разница? Видеть никого не хочу. Оставьте меня в покое. Я должна решить, что теперь делать с этой жизнью. С новой жизнью. Самое ужасное, что сама не знаю, кто я такая. Я никто. Как ты можешь такое говорить? Ты по-прежнему моя единственная дочь. Я люблю тебя всем сердцем. Мне не нужны подачки. Я должна побыть одна. Вот как в жизни получается. Твоя давняя шутка оказалась правдой. Валентина, действительно, нашли в мусорной корзине. Мне больно видеть тебя в таком состоянии. Все останется по-прежнему. Ты ничего не потеряла. Ни своего имени. Ни моей любви. После моей смерти ты станешь единственной наследницей моего состояния и фирмы. Нет человека, который любил бы тебя сильнее, чем я. Неправда. Я устала от всей этой лжи. В моей жизни все неправда. Ты не можешь любить чужого тебе по крови человека. Ты не понял. Я же стала посмешищем. Я тебя очень люблю. И для меня ты всегда останешься моей дочерью. Я люблю тебя всей душой. И никто не в силах изменить этого. Даже ты, если бы и захотела. Папа, пожалуйста, не бросай меня. Я не могу без тебя. Ты единственный родной мне человек в этой жизни. Обещаю, я стану лучше из дочерей. Только не бросай меня. Для меня ты сейчас самая лучшая из дочерей. Это я должен просить, чтобы ты меня не оставлял. Не оставляй меня одного, Валентина. Да, дочка, ей уже гораздо лучше. Ты не представляешь, как я этому рада. Нет, нет. Я сейчас в доме доктора Урибы. У Валентины. Пусть она сначала придет в себя успокоиться. А там посмотрим. Как я хочу увидеть ее. И там поговорим. Я хочу увидеть ее снова в дом. Алло. Да, да. Не волнуйся. Завтра мы с Лилианой заберем тебя из больницы. Извини. Извини, дочка. У меня дела. Пока. Господи, уже так поздно, а Валентины все нет. А вдруг все-таки что-то случилось. Господи, только бы с ней все было в порядке. Вторая во мне. Проект Хорхе Али Триаде. В ролях Хиралдина Сивик. Маура Уркихо. Анна-Мария Кампер, Себастьяно Спина. Альфонсо Ортис, Марта Силва, Джимми Бернелл и другие. Альфонсо Ортис, Марта Силва, Джимми Бернелл. Композитор Альфредо Далафе Оператор Эрминьо Уэртас Режиссер Хорхе Али Триана Уже поздно. Поехали домой. Собирайся. А Эмелия все еще там? Ради Бога, дорогая. Тогда я не поеду. Может, это и жестоко. Но так будет лучше. Понимаешь? Я не желаю больше видеть ни ее, ни ее дочь. Мне кажется... Это окончательное решение. Пока она там, я не поеду. Я уже не в том возрасте, чтобы выслушивать байки про нашедшуюся мать. Знать ничего не хочу. Это твой дом, Валентина. Так было и так будет всегда. Не хочешь видеть Эмелия? Что ж, я сделаю так, как ты решишь. Ты уже взрослый человек и имеешь право на личную жизнь. обещаю. Эмелия уйдет от нас. Я тебе верю. Пойду немного, приведу себя в порядок. Антонио. 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 Он хочет с тобой поговорить. Ну что, говори. Зачем пришел? Я пришел вам сказать, что вы можете на меня рассчитывать. Я дам показания против Карлоты. надеюсь, тогда мне зачтется помощь следствию. Если повезет, то скостят и срок. Молодец. Молодец. Пошли. А это еще что такое? Что ей здесь нужно? Тебе тут нечего делать. Уходи немедленно. Не хочу никогда больше видеть ни тебя, ни твою мать. И не попадайтесь мне на глаза. Валентина. Я же сказала, тебе у меня только одно условие. Или я, или они. Решай сам. Не волнуйтесь, дон Роберто. Я ухожу. Пойду заберу свою маму. И тебе тоже не стоит нервничать. Возможно, мы больше с тобой никогда не увидимся. Во всяком случае, я говорю о себе. Прощай. Большое спасибо. Надеюсь, мы еще встретимся. Если могу быть чем-то вам полезен, пожалуйста, не стесняйтесь. Я вам так благодарен за дочь. Спасибо, доктор Риба. Не беспокойтесь. Мне ничего от вас не нужно. Спасибо. Спасибо. На работе никто ни о чем не говорит. Даже не чувствуется, что доктор Риба вернулся. Карлота, я все больше прихожу к выводу, что фирма держалась лишь на тебе. Всем известно, что ты принимала самые ответственные решения. Слушаешь меня? Я задумалась, Лулу. О чем? О Густаво? Боишься, что нас заподозрит? Нет, о Рикардо. Я никак не могу до него добраться. Похоже, я упустила его. Слабые люди вроде него способны пойти на что угодно. Нет, Карлота. Не думаю, что Рикардо способен пойти против тебя. Он слишком тебя уважает. Правильнее сказать, боится. У меня дурное предчувствие, Лулу. Очень. От него можно ждать всего, что угодно. Однажды он уже меня предал. А тут еще этот адвокат затеял какую-то грязную игру. Я просто уверена, что он придержал против меня какой-то козырь. У тебя слишком много проблем. В конце концов, все будет хорошо. Вот увидишь. Знаешь, терпеть не могу, когда со мной говорят, как с ребенком. Мама, сколько раз можно повторять, Валентина не придет домой до тех пор, пока ты не уйдешь отсюда? Прошу тебя, не надо все усложнять еще больше. Я хочу увидеть ее и убедиться, что с ней все в порядке. Я же сказала, у нее все хорошо, я видела ее. Дело в другом, она не хочет больше нас видеть. Это ты в состоянии понять? Сколько можно терпеть это унижение? Я, во всяком случае, больше не намерена. Как мне еще объяснить, что ты не нужна Валентине? Жду тебя внизу. Ни минуты не останусь в доме, где меня унижают. Мама, прошу тебя, не надо. Или ты уходишь со мной, или я сюда больше никогда не вернусь. Я не заслужила такого унижения. Но я могу хотя бы попрощаться с доном Роберто. Ну и оставайся. А я уезжаю. Я не выйду из машины. Такое впечатление, что они так ничего и не поняли. Будь по-твоему, Валентина. Мы выйдем, когда они уедут. Я уже думала, что придется ехать домой одной. Вы совсем меня забросили. Надеюсь, у вас для этого была уважительная причина. А где тетя? Я не взяла ее с собой. Она очень устала за последнее время. Ну, рассказывай, что там у вас. Я просто умираю от любопытства. Мне кажется, я пробыла тут целый век. Кармен, наберись терпения. Я же обещал вырваться и навестить тебя. К тому же, мне позвонили сегодня утром и сказали, что тебя выписывают. Хочешь, я отвезу тебя домой? Огромное тебе спасибо, Роберто, но не нужно. Лилиана специально приехала за мной. Вам хочется побыть вдвоем. Я жду тебя внизу. Лилиана, должен сказать, что мне очень неловко за вчерашнее. К сожалению, что так получилось. Все зашло слишком далеко. Но так хотела Валентина. Я не стану вмешиваться в ее отношения с матерью. Валентина должна сама сделать выбор, а я соглашусь с любым ее решением. Хорошо, дон Роберто. Просто это оказалось слишком тяжелым испытанием для мамы. Ей трудно с этим смириться. Я понимаю, что сейчас испытывай, Доня Эмилия. Передай ей, я постараюсь найти оптимальное для всех решение этой проблемы. А мне вы не хотите рассказать, что было за это время, пока я валялась в этой больнице? Кармен, не волнуйся, это касается только Антонио, отца Лилиана. Антонио? Моего дяди? Как же я о нем забыла. Бедный, он все еще в тюрьме? Что? Мой отец в тюрьме? Да-да, сеньорита. Я вам вчера звонил. Еще раз повторяю, этот документ должен как можно быстрее попасть к доктору Рибе. Иначе мне придется потревожить его дома. Я знаю, что он уже вернулся. Извините, но я не могу больше ждать, сеньорита. Антонио Кастильо, к тебе пришли. Ко мне, да. Но я никого не жду. Чует кошка, чье мясо съела. Наверное, брюхатил девчонку. Вот она и пришла обрадовать папашу. А ты куда? Посетитель не к тебе, а к Кастильо. Подумаешь. Папочка. Я тебя провожу. Спасибо. Тебе нужно отдохнуть. Если что-нибудь понадобится, обязательно позвони. Не стесняйся. Хорошо. Роберто, еще раз огромное спасибо тебе за все. Ты был очень добр ко мне. Карменсита, доченька, как я рада тебя видеть. Данимиле, здравствуйте. Здравствуйте, донор Роберто. Всего хорошего. До свидания. А где Лилиана? Она только что звонила, спрашивала, в какой тюрьме Антонио хочет навестить его. Мне пришлось сказать. Тетя, это я во всем виновата. Сказала, не подумав, вот и пришлось ей дальше все рассказать. Я думал, у вас что-то случилось. Звоню вам, но никто не берет трубку. У нас просто дым коромыслом. Сначала Лилиана попала в больницу, потом мама с Валентиной никак не могли договориться. Бедная Миле. Столько на нее навалилось. Дочка, ты присматривай за ней, чтобы, не дай бог, сердце не подвело. Она ведь уже не молодая. А я тут надеюсь на лучшее. Господь суров, но милосерден. Не смотри на меня так. Твой отец еще не выжил из ума. Подождем до суда. Уверен, все будет хорошо. Это замечательно, что ты не падаешь духом. Может, и нашим несчастьям придет конец. После бури всегда наступает штиль. А там и солнышко покажется. На этот раз оно будет для нас добрым и ласковым. Дочка, передай Миле, что со мной все в порядке. Пусть только не забывают меня. Спасибо. Вы очень любезны. Следующий, пожалуйста. Я знал, где тебя искать. Что, соскучился по мне, Роберто? А насчет развода даже не мечтай. Просто так я тебе его не дам. И вообще лучше поговори с моим адвокатом. Я искал тебя по более важному делу, чем развод. Я здесь из-за Валентины. Валентина? Понятия не имею, где она может быть. Ты лучше меня сводомлен из жизни. Мне пора. Еще бы. Ты ведь ей не мать. Теперь мне многое стало ясно. Раз дом Роберто еще не совсем оправился, я решил его не беспокоить. Мне удалось ускорить суд над Антонио Кастильо. Отличная новость. Может, показания Рикардо Фернандеса удастся наконец получить, прежде чем он передуман. Я только что говорил с Антонио. Он абсолютно уверен в том, что Фернандес даст показания против Карлоты. Поздравляю, доктор Мансини. Никто, кроме вас, не смог бы так справиться с делом. Спасибо. Главное, что теперь Карлота в наших руках. Уверен, на этот раз ей не выпутаться из этой истории. Поэтому думаю, в каком бы состоянии ни находился дом Роберто, это известие его обрадует. Я тоже так думаю. Карлоте у Рибы придется признать свое поражение. Ты с ума сошел, Роберто. Не понимаю, о чем ты. Отлично понимаешь. Не прикидывайся овечкой. Нет. То, на что ты намекаешь слишком серьезно, Роберто. Оставь меня в покое. Как ты можешь спокойно дышать, есть, спать после того, что совершила? Господь тебя никогда не простит. Отпусти. Ты чудовище. Мне надоели твои глупости. У тебя не хватает мужества. Глядя мне в глаза, объясни, зачем ты это сделала. Как ты могла пойти на такое? Это просто бред. Если ты заболела, обратись к доктору Макларену. Пусть он тобой займется. Когда-нибудь тебе придется ответить за то зло, которое ты совершила. Ты еще вспомнишь обо мне, Карлота. Ты мне угрожаешь, Роберто? Если со мной что-то случится, отвечать будешь ты. Все на самом деле было не так. А как? Я слишком хорошо тебя знаю. Ты способна на любую подлость. Нет, Роберто. Это ты довел меня до этого состояния своим высокомерием, своим невниманием ко мне. Я для тебя не существовала. За этой маской достойного человека прячется жалкий кретин, который не достоин даже иметь детей. Я тебя убью, Карлота. Отпусти. Помогите мне, пожалуйста. Помогите мне. Нет, доктор Ури бы не приходил, поэтому я не могла передать ваши документы. Как только он появится, я тут же их передам. Алло? Алло? Папа уже пришел? Здравствуйте. Я задала вам вопрос. Нет, Юрид Валентина, его еще нет, и, похоже, он вообще не придет. Так найдите его, он мне срочно нужен. Кто меня просил скрывать этот конверт? Отпусти. Отпусти меня, Роберто. Отпусти. Успокойтесь, сеньора. Отпустите ее. Следи за ней. Я возьму такси. Это ужасно. Мой папа не заслуживает такой участи. И все из-за меня. Не следовало мне ходить на собеседование в компании Ури бы. С этого все и началось. Ну, тогда бы я не нашла Валентину. Выходит, я виновата в том, что случилось. Кармен, я не это имела в виду. Может, и не это, но я поняла именно так. А значит, и говорить не о чем. Кармен, дочка, не сердись. Лилияна, она очень тебя любит. Просто она сейчас... Знаешь, тетя, если ты будешь защищать Лилиану, то тебе лучше уйти. Лилияна, она очень тебя любит. Лилияна, она очень тебя любит. Нет, прямо сейчас, поняла? Не спорь, я не могу ждать. Ты должна быть дома. Придумай что-нибудь, это уже твое дело. Так-то лучше. Жду. Хочешь загнать меня в угол, Роберто Ури бы, не выйдет. Я не доставлю тебе такого удовольствия. Ты со мной не справишься. А тебе лучше бы поторопиться, Лулу. Иначе мы можем больше никогда не увидеться. Мы все утро пытались дозвониться вам домой. У меня для вас хорошие новости, доктор. Извините, мы можем наконец поговорить. Все еще не нашли его? Вы просто кучка бездарных бездельников. Папа, где ты был? Я так волновалась за тебя. Я встречался с Карлотой. Ты никаких глупостей не натворил? Едва не натворил. Карлота должна ответить за свои преступления. Мы все от нее пострадали. И ты, и я, и Лилиана, и вся ее семья. Тогда расскажи, в чем дело. Войдите. Вы позволите, доктор? Вам пришло письмо. Кажется, что-то срочное. С вашего позволения. Хватит срочных дел. Ты не знаешь, зачем они разыскивали Мансини и доктор Роблес? Они сказали, что у них какое-то хорошее известие. Ты прав. Отдохнем от срочных дел. Так что у тебя за спешка? Мы уезжаем. Вещи я собрала. Куда? Куда угодно, где можно будет спокойно жить, Лулу. Например, в Рио-де-Жанейро. Тебе всегда туда хотелось, правда? Ну зачем? Говорю же, Лулу, хочется бросить все это и пожить немного с тобой в мире и покое. Карлота, хватит обращаться со мной как с дурочкой. Я хочу знать, в чем дело. Папа, что такое? Катун,oplщик. Собammers. Катун. Папа, что-то, что-то такое? Катун. Папа, что вопрос. Прости меня. Лилиана, я очень сердита на тебя за то, что пришлось узнать обо всём от тёти. Лучше бы ты сама мне всё рассказала. Давай не будем об этом. Хорошо. Что ты собираешься делать? Правда, наконец, пыла, и тётя не намерена сдаваться. Валентине теперь больше, чем когда-либо нужна помощь. Сейчас у неё исключительно тяжёлый период в жизни, и только я могу ей помочь. Сестрёнка, как ты ей поможешь, если она сама этого не хочет? Знаешь, когда я лечилась в Канаде, то многому научилась у Жака и его учителя. И смогу влиять на Валентину. Как раньше, это делала она только с дурными намерениями. Я же делаю ей во благо. Я не брошу свою сестру в беде. Чего бы мне это ни стоило. Роберто уже ждал меня в банке, когда я пришла, чтобы снять со счёта последние деньги. Он угрожал мне и чуть не задушил. Он на всё способен, Лулу. Мне остаётся либо уехать, либо сесть в тюрьму. Третьего не дано. Я чувствовала, что не может идти всё так гладко. Теперь я знаю, что Роберто следит за мной. Нам надо уехать. Всё готово, деньги у меня на руках. Завтра, может быть, уже поздно. Я сказала, что можешь на меня рассчитывать. И от своих слов не отказываюсь. Что это такое? Какой удар по нашей семье. Ты представляешь, что будет, если эти фотографии попадут в печать? Теперь ясно, почему вам ввели наркотик. Можно с уверенностью сказать, что это необычное преступление. Карлота Уриба. Вы были абсолютно правы, доктор Монсини. Нужно остановить её. Да, но до неё трудно добраться. Обычно в таких случаях я советую ждать. Скоро она сама объявится. Вы имеете в виду, что мы будем вынуждены договариваться с ней? Это зависит от развития событий. Но такую возможность тоже следует учитывать. Насколько я понимаю, это значит, что мы должны вести себя иначе и в деле с Антонио Кастильевым. Нам не остаётся ничего другого. Если Карлота захватит инициативу, придётся кем-то жертвовать. И кем же? Антонио Кастильево или Роберто Урибы? Определённо мы не можем пожертвовать моим отцом. Роберто Урибы. Ну что, сестрёнка, всё готово. Вчерашнее не должно повториться. Безусловно, она нуждается в тебе. Вчера ты это вовремя почувствовала и помогла ей. Может, теперь, если ты обратишься к ней, она услышит тебя? Надеюсь. Тогда начали. Добрые силы природы, помогите Лилиане обратиться к своей сестре Валентине. Валентина, ты слышишь меня? Валентина, я жду. Валентина, я жду. Ты можешь сказать мне домашний телефон Лилианы? Да, 20-65-78. Кармен, надо же, телефон спил меня. Не могу сосредоточиться. Ответим или продолжим? Продолжаем. Извините, мне что-то взбрело в голову. Сейчас наше главное оружие – это выдержка. Она позволит нам решить эту проблему. Валентина, я жду. Куда она едет? В аэропорт? Держись с ней ближе. И дай бог, она ускользнет. Надо поспешить. Я буду ждать вашего звонка. Как только что-то прояснится, сразу же звоните. Донор Роберто настаивает обратиться в полицию, но я не советовал бы этого делать. Подождем ее следующего шага. Спасибо, доктор. Доктор Риба просил передать, что он уже едет. Он хочет, чтобы его тоже подождали, доктор Монсини. Доктор Риба просил передать, что он уже едет. Доктор Риба просил передать, что он уже едет. Мы поедем в Эквадор, Лулу. А почему не в Рио-де-Жанейро? Чтобы лететь в Бразилию, нужна виза, а у нас нет времени на ее получение. И потом, Эквадор ближе, значит, билеты дешевле. Заплати, пожалуйста, комиссионный сбор. Спасибо. Простите, что заставил вас ждать, но у меня очень важные новости. Карлотта сейчас в аэропорту и собирается покинуть страну. А почему бы тебе не позвонить доктору Макларену и не попросить о помощи? Тем более, если у вас с Луисой Фернандо все кончено. Или, как всегда, притворяешься. На что ты намекаешь? Ни на что, ничего особенного. Просто мне кажется, ты все еще неравнодушна к Луису Фернандо. Или я ошибаюсь? После всего того, что случилось, я уже не знаю. Иногда мне кажется, что я смогу забыть его. Честное слово, я не вру. Тогда в чем же дело? Звони Макларену. Мне не хочется ему звонить и вовсе не за Луиса Фернандо. Зачем надоедать? Мне и так кажется, я злоупотребляю его вниманием. И еще как. Заплатила. Рейс задерживается на 4 часа. На 4 часа? Спасибо. Черт побери. Что будем делать? Ждать, что нам еще остается? Пойдем выпьем что-нибудь. Она купила билеты в Эквадор. Мы можем ей как-то помешать уехать? Против нее не выдвинуты обвинения. Она уже в аэропорт. Так что же нам все лезть, ложа руки? Так мы ничего не добьемся. Нужно что-то придумать. Антонио. Дело Антонио Кастильо может нам сейчас пригодиться. Знаешь, как это тяжело, Лилиана, когда твой собственный ребенок не только тебя не любит, а желает твоей смерти. Не знаю, как я не сошла с ума за эти несколько дней. Мама, ты должна ее понять и набраться терпения. Если бы я знала, что это поможет, то согласилась бы ждать целую жизнь. Лишь бы она признала меня, обняла, прижала к себе, поцеловала. Как я жду. Как хочу этого. Ты поймешь меня, дочка. Когда у тебя появятся собственные дети. Хорошо бы и Антонио меня понял. Все эти 20 лет я ни минуты не сомневалась, что моя девочка жива. Господь знает, что я говорю чистую правду. Какое счастье было найти ее. И как бы странно превратилось для меня в большое горе. Я понимаю тебя. Но мне хочется, чтобы ты перестала из-за этого мучиться. Слезами горе не поможешь. Надо ждать. Я готова ждать Валентину столько, сколько будет нужно. Даже не будучи уверенной, что все это кончится добром. Пассажиров, вылетающих в Кито, просим пройти в зал номер 6. Я поеду за Карлотой в аэропорт. Папа, если Мансейни ничего не смог, ты тоже не сможешь. Думаю, вы только заставите ее насторожиться. Даже иначе она усказнет. Папа, Роберто Рибель. Я не выпущу тебя отсюда. Ты должен взять себя в руки и набраться терпения. Ты сам всегда меня это мучил. Прошу тебя. Не Роберто Рибель, а Папа. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие-то проблемы? Не волнуйтесь, просто проверка документов. Синьор Рибель, сейчас вы не можете выехать из страны, поскольку прокуратура выдала ордер на ваш арест. Продолжение следует...